КОСИЛ Я КОНЮШИНУ КОСИЛ Я КОНЮШИНУ Приветствую вас, дорогие друзья! Привет! В очередном выпуске пьяных котов, синих котов. Коты уже синие? Почему ты еще не синий? Как мы говорили это вначале. Ты уже синий? Я еще не синий. Почему ты синий? Я еще не синий. Мы забыли просто, мы забыли. Прости, Ира! Мы все понимали. Но самое начало у нас было такое. Почему ты синий? Я еще не синий. Но мы уже на самом деле, да. Спасибо чешскому пивасу. Спасибо чешскому. Пока готовили второй выпуск, его допивали. Поэтому если вы увидели, а вы его уже видели скорее всего. Да, мы надеемся. Ну и молодцы. Сегодня нас ждет что-то такое интересное. В первую очередь хочу сказать сразу, что дизайн бутылок меня просто этикеток привлек. Вообще очень красиво, очень мне нравится. Какие-то там руны. Ну не руны там, да, такие вот. Они как в виде рун написаны, да, славянское такое. Это индейцев наших местных. Ну ты индейцев! Я балзю! Нет, славянское что-то такое интересное. Ну да. Хотя по факту это не славянское, это же чуваши. У них какое-то свое что-то было. Ну может быть. Ну вид шрифта, который использован там на этикетке на главной, он такой. А, ну тут конечно, да, не так. Вы можете попробовать делать подсъемы. Поэтому сейчас, возможно, видите близкие подсъемы. Возможно, но это не точно. Что ты скажешь? Я скажу, что я жду чего-то интересного. Но я думаю, что там ничего специфического не будет. Потому что, ну, ты пиваешь, да? Вот. У меня возник вопрос один. Сразу. Вот здесь вот эти вот циферки на задней стороне. Это, типа, они хотят показать, какой день изготовления. Такое вот. Что вот это значит? Возможно. Хотя, кстати, раньше даже, по-моему, на Балтике такие были. И год. Типа год? Или сколько? Ну, что-то такое интересное вообще сделано. Возможно. Тут мы не разобрались. Вот. Видно, нет? Ну, начнем с чего? Начнем с истории, да? Да. Где находится Пивоварня? Чебоксары. Я даже сейчас открою. Мы тут немножечко почитали про них. Вот и наши сверлящие друзья. Да. Если на заднем плане будет, извините, мы ничего с этим сделать не можем. Ну, либо паузу будем ставить. Либо. Значит, что я сразу хочу сказать, что у них сайт очень удобный. Есть такая вкладочка с историей. Кому интересно, можете подробнее почитать. Ну, на самом деле, информацию, которую прочитали, мы ждем все-таки хорошего качества пива. Завод развивается. Да. Меняли оборудование. Это говорит о том, что, как бы, у компании есть деньги. Соответственно, это пиво покупают, значит, кто-то пьет. Ты не видела же в Краснодаре такое? Нет. Я особо не обращала внимания, действительно. Я не встречала. Я, в целом, его вообще только в Винландии увидел. Вот. Они возят. Сегодня ознакомимся. Я не пил. У меня, почему-то, есть ощущение, что я пшеничку когда-то пробовал, но это совсем не факт. Слушай, ну, даже интересен тот факт, что они, как бы, и квас упускают, и еще и минеральную воду. То есть, ну, как бы, значит, хочется верить в то, что продукция, да, то есть, материалы, которые они используют, они действительно такие прям качественные. Ну, как будто бы к ним вызывает сразу доверие после того, как ты это прочитал. Ну, тем не менее, несмотря на то, что компания развивается и то, что у них там есть хорошее оборудование, это не говорит о том, что пиво будет вкусным. Это дело не в оборудовании, дело... Ну, дело во вкусовщине тоже. Дело в технологии, который этим занимается. В любом случае, давайте пробовать букет Чуваши. Очень интересно, у нас есть лапка. Кошачья лапка. Очень красивая крышка, да. Я хотел же пробку сохранить. Ну, открой вилкой. Вот это откроешь лапкой потом. А, ну... Думаешь? Да. Ничего страшного. А, подожди, нет, я аккуратненько. Нет, всё равно она погибает. Не получится, она дырку сделает сейчас. Просто красивая лапка у нас есть теперь. Да. Если бы я не собирал эти крышечки, которые вставляю... Покажешь, куда вставляешь? Ну, покажи. Сейчас прям? Ну да, раз мы об этом заговорили. Ну да, раз мы об этом заговорили. Просто... Я очень рада, потому что я Даниле подарила вот эту вот штучку замечательную, она пользуется спросом. Мы просто одну рамку я заполнил, а это вот Катькин подарок здесь. Тревел. Хотел на самом деле сделать исключительно из импортного пива. Но жизнь складывается таким образом. Оказалось, настолько нереально. Во-первых, в бутылках очень мало пива вообще, в принципе, подается. А сейчас из-за того, что импорта стало еще меньше. Это невозможно. Поэтому я решил уже просто за какие-то крышки, которые мне нравятся. А вот эта крышка мне, наверное, нравится, она интересная. Да. По составу будем что-то говорить? Я думаю, что стоит. У нас тут, в принципе, ничего специфического. Состав должен быть. Солод пивоваренный, ячменный светлый, крупа рисовая. Кстати, это рисовое получается пиво. Хмели-продукты, дрожжи пивные. Все. 5,3 алкоголя у нас. Вот. Так, это что мы пробуем? Это лагерок. Лагерок. Все, отлично. Гнали. А, я думаю, что на пробке написано? На пробке называется керсари. 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 Это праздник осеннего пива. Да, я хотела про это позже рассказать. Ну, давай. Я могу про это. Давайте. Я почитала. Светлое пиво нового урожая. Букет чуваш. Это герб чуваш, кстати, на этикетке. По поводу градусности. 5,3, между прочим, дорогие друзья. Теперь, ладно, раз мы это затронули, хотелось об этом позже рассказать, но этикетки действительно очень классные и вот в каких-то ритуалистических таких вещах. Это обряд. Осеннее моление духом предков по случаю приготовления пива из зерна нового урожая. То есть, в принципе, это прям настолько символично. Обряд целый был для того, чтобы приготовлять пиво. Но был ли он действительно, мы, конечно, не знаем. Ну, почему нет? Если есть такая история. Почему нет? Пиво, пиво, здраво, из древних времен. К тому же, на этикетке еще написано, вот почитай, там есть такое, возьми, посмотри, там есть такая штучка, уяв, видишь? Да. Вот. Это тоже, тоже какая-то, какая-то символика. Был такой праздник веселого хоровода. И он тоже проводился в весенне-летний период на кануне сенокоса. И в основе праздника лежат всяческие молодежные игрища и ведение хороводов. И само слово это уяв означало соблюдение. То есть, это просто у них было соблюдение традиций. И мне кажется, они завязали очень интересно на этом тему, что вот традиционные, то есть и уяв, и кирсари, они соединили, что это вот такое традиционное, какое-то классическое будет, возможно, пиво. А потом хороводы. Да, да, да. То есть, пиво и хороводы. Вот какое-то такое. Но это как-то располагает, вот как-то хочется его прям взять, попить. Припить. Но, к сожалению, на самом деле мы обращаем внимание на этикетки, но мало кто это делает. В основном те люди, которые покупают, ну, вряд ли они будут там как-то вдумываться и что-то читать. Ну, почему? Ну, в целом то, что… Вот я к тому, что даже зная этот факт, что большинство потребителей пива не будут туда вникать, они тем не менее все равно это делают. И они в этом плане молодцы. Это все равно важно. Этикетка, дизайн, традиции – это очень круто. На самом деле у нас пивных традиций… Почему-то мы все знаем, опять же, там, про Чехию, про Германию, наши там пивные эти. Пиво и на Руси варилось очень-очень давно. Естественно, использовалось на праздниках, я уверен. На тех праздниках, которых сейчас Катя сказала, в той же, там, этой же республике Чуаши. Ну, могу ошибаться. Вот. Вот. И это клево. Поэтому мы немножко вот к этим традициям сейчас присоединимся. Пробуем. Светлое пиво. Пахнет. Есть небольшой, кстати, какой-то запах интересный. Какой-то… сейчас пока уже попила, я хочу сказать про запах. То есть вот даже если сравнивать, мы подряд снимаем, на предыдущий лагерь чешский, там не было никакого дополнительного запаха, а здесь вот… вот чем-то таким растительным, как будто… Если честно… Какая-то трава… Я не знаю, какая-то вот такая вот… Может из-за того, что я попробовал, но на запах кислинку я чувствую. А еще запах алкоголь. А алкоголь я чувствую. А алкоголь не чувствую. Может кислинку я чувствую на запах? Попробуй. Здесь присутствует кислинка. Не навязчивая. Слушай, я не могу сказать. Босрался, простите, дорогие друзья. Ну… Рот дырявый. Кислинка. Выбью себе зубы. Слушай, ну это очень не похоже на вообще стандартное классическое пиво лагерь, потому что у него действительно дополнительные привкусы. Я не могу сказать, что это плохо. Какого-то, я не знаю, сена, что ли, еще и кислинка. Ну какая-то вот есть такая… Здесь есть горчинка и есть кислота. Но в отличие от нашего предыдущего выпуска с чешским пивом, здесь не горечь выходит на первый план. Какая-то вот… Да, кислогорькая какая-то штука, да? Кислогор… 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 Мы новый… Кислогор… Мы новый… Кислогор… Это традиция, я видела. Блин, какие-то там хороводы водили в Кислогорске в этом своем. Грустные, с кислой мимой. И горькие. Так, тут… Ну я бы такое больше не взяла. Пиво? Да. Ну какое-то своеобразное оно. Оно своеобразное, но опять же скажу, здесь нет никаких посторонок плохих. Оно хорошо сделано. Видно, что подходили с умом. Следят за… Где я имею в виду, зачисткой там чанов, вообще всего в принципе. Оборудование. Пиво нормально. Наверное, из-за горчинки. То есть, вот как будто бы здесь не ожидаешь ее настолько явной. Ну вот так, мне кажется. Ну вот она прям есть. Я как будто бы не ожидала. Я не ожидала такое. Есть. Да нет, пиво нормальное. Ладно, может быть… Что там? Там же пшеница, да? Да. Ой, не пшеница. Рис. Рис. Рис, да. Ну мне кажется, вряд ли рис, рисовая крупа будет давать… Она все равно дает. Слушай, рисовая крупа как раз этот растительный, говорю, привкус, который мне показался. Возможно, он дает вот этот привкус. Я недавно только в принципе попробовала впервые рисовое пиво. Ну, на основе тоже вот этого вот рисового продукта. Возможно, это вот именно рисовая история туда попадает. Да, ребят, нормальное пиво. Нет, нормально. Естественно, мы как всегда по поводу ценника, вот его по ценнику я не помню. Но оно не 50 рублей точно стоит. То есть это в районе сотки. Тут хз как-то. Мне кажется, 89 что ли рубля оно стоило. Да, что-то 89. Еще мы видели, что там производится в банках по алюминиевых есть показательства. Есть в бутылках и в банках. Да, есть в алюминии. Просто в стекле было три штучки, а в банке всего две, поэтому мы решили взять и попробовать три вида. Возможно, если его попить, можно припить. Не, нормально. Кстати, первый глоток, ну вот как всегда, первый глоток выдает все вот эти различные какие-то привкусы. Сейчас, да, ты пьешь. Хорошее пиво, оно не... Кстати, я беру свои слова назад насчет горчинки. Оно прямо после второго глотка. Нет горчинки после вот этого послевкусия, горькости. И оно легенькое. Кстати, что хочется сказать. Например, если сравнить его, к примеру, с Балтикой, там газация более такая сильная. Это не забивает желудок, оно легко пьется. И в целом, если его пить, даже... Оно у нас, в общем-то, из холодильника, но если его пить даже еще чуть-чуть, знаешь, похолоднее... Да, мне кажется, даже будет... А я думала и потеплее оно бы зашло. Ну там бы, возможно... А вылезло бы что-нибудь. Ну кто пьет пиво теплым? Ну давай по факту. Не теплым, но как бы менее холодным тоже бывает. Если только болеешь, хотя я всегда считаю, что лучше водки выпить, когда болеешь. Я считаю, что лучше не пить, когда болеешь. Ну, у Данила свои методы. Он, на самом деле, настоящий доктор и лечит шотами любую болезнь. Обращайтесь. Это работает. Лекарь Данила! Я только симптоматику лечу. Хорошо. Нормальное пиво. Нормально. Чебоксарам никаких вот по поводу лагера, обычных классических, никаких претензий. Ну захотите ли они туда риск засунуть. Ну, ради всего святого. Это не делает его каким-то отвратителем или еще что-то. Что-то подобное. У нас уже второй ролик, знаешь, типа не даже бомбить тут не из-за чего. Да. А нам и не надо бомбить. Я даже сейчас немножко такую какую-то легкую карамельность такую почувствовала. Вот уже после пятого. Ну, припиваешься и да, какая-то сладость. Она, наверное, все равно выходит из недр. Из тебя. Сладенькое такое. Из тебя будет потом выходить. Как и из меня. Не будем об этом. Я допила. Давай все еще попробуем. Какашина история. Давай. А ты прочитала, да, там про руны? Да там нет руны. Ну, не руны вот эти вот штуки. Нет, просто сам текст. А, это просто картинки. Да. Текст написан в виде, да, действительно, как вот, ну, рун каких-то. То есть вот этот вот шрифт. А картинки вокруг в виде как раз таки, видишь? Хоровода. Ну, тут видишь, стрельбище, сенокос. То есть это традиции. На хоровод разные люди приходили. Кто-то стрелял, кто-то вот косил, кстати, кто-то собирал. Косил я конюшину. Косил я конюшину. Косил я конюшину. Ну, походу, это пойдет в начало. Хахахаха. Всем нравятся песни. Пошло, пошло, да. Мы любим тоже петь. Давай, пауза. Преклама. До никаких паузы. Открывай бутылку. Я сейчас возьму стоя. Я возьму ламку. Кошачью ламку. Берем кошачью ламку. А потом? Ну, а мы берем лапку. И немножечко укропа. Блин, вот это прям такая классическая. Кстати, очень странно. Здесь принт на крышках сделали, и пшеничку что-то это. Да, зачем такие? Может, закончились. Да, может, так это смысл, понимаешь? Смысл в чем? Не знаю, классику сделать. Типа пшеница, золотая рожь. Золотая рожь. Сейчас этого сразу любые можно вспомнить. Выйду ночью в поле с конем. С ним пивка мы вместе возьмем. Попьем. Попьем. Мы попьем с конем. Чувашского пивка. Мы попьем с конем чувашского пивка. Реально хочется водить хромоды, блин. Прикинь, я посмотрел и прослезился. Вокруг стола сейчас такие. Жалко, сена, конечно, нет. Мы его покосили, я думаю. Я готова. Такие потцы смахнули и так открыли бутылочку. Да, да, да. Ох. Сенокос. Это вообще выглядит как лимонад. Такое оно. Не, ну оно мупрое, выглядит как пшеничка обычно. Давно пшеничку не пила. Давно, согласен. Вчера. А, нет, не пшеничка была. Не пшеничка вчера была. Давай. Кислят. Кислятка была. Нюхай. Пшеничкой пахнет. Не поверите, ребят. Вообще пахнет пшеничным пивом. Дюжа богато пахнет. Ты посмотри, как оно тебе язык развязывает. А мне завязывает. Отличная, отличная пшеничка. Слушай, мне очень нравится. Знаешь чем? Что оно легкое. Оно легкое. Оно ароматное. И оно ароматное просто. Ну реально ароматное. Я еще раз повторюсь, по-моему, из ролика в ролик. Но пшенички я пилась когда-то. И вот ей не хочется. Она так заполняет вообще твое пространство внутри. Оно такое легкое. То есть оно не как будто бы разбавленное водой. Но, короче, вкус, аромат какой-то такой насыщенный. Но самого льется очень прекрасно. Я бы сказала смело. Сейчас, подожди секунду. Что из всей пшенички, которую вообще я пробовала когда-то, пока что это реально мне так запомнится этот топчик. А знаешь, у меня вылез цитрус. Да, есть такой, да. Я подумал, что, возможно, пшеничку как-то, например, в Хугарден туда добавляют. Цитрусовое что-то. Там нет в составе ничего. Очень прекрасно вообще. Обычный классический состав пшеничного пива. Где-то там в легкую вот такой вот как будто цитрусик есть. Вообще прикольно. Я не знаю. Это лучшая пшеничка, которую я пробовала в жизни. Я прям, я вообще... Это знаешь, как там в Мексике в этот же пиво, который мы не можем вспомнить со второго ролика. Я забыл. Светлая моча. Его туда, знаешь, лимончик кидают. И я не знаю что. Стелла. Экстра. Нет. Ну так. Напишите в комментариях, если вы вспомнили какие-то пивы мексиканские. Да, мы что-то купим. Да. Прям вылетел из головы. Легкое-легкое пиво. Вот это в баночках 0.33. А здесь ничего не надо. То есть вкус настолько идеальный. Просто даже в жизни больше ничего не надо. Даже сено не хочется уже косить. Ты просто такой... Природа. Ой. Ну что я могу сказать? Это топчик. Реально. Ребят, очень рекомендую. Чебоксары. За 90 рублей отличная пшеничка. Просто. Если бы за 90 лагер, может я еще подумал бы, наверное, не брать, но что это дороговато. Я прекрасно понимаю. То за вот эту пшеничку отдать 80 рублей? Тут. Я знаю, что подумала. Блин да положь. Может быть и в крышке есть этот смысл, который пытаюсь найти, что оно настолько самодостаточное, что ничего не надо. У них крышка такая. Просто. Смысл. Вообще. Потому что они просто забыли. Да что за хвалебные ролики. Вообще просто очень. У нас прекрасный понедельник, ребята. Мы просто. В общем, вы увидите ролик, который выйдет раньше. И вы, скорее всего, если смотрите, то увидите. Очень тяжелый был ролик в плане питья того, что мы пили. Ну ладно, это просто не пиво было. Не буду сполерить. Ну пахнет. Это пиво на основе. Ладно, давайте. Вы просто посмотрите ролик. Вот он тут будет. Как это хорошо. Я не знаю, это может быть на фоне того, что вроде как последнее время. Нет, реально. Вот я уже просто пшеничку каждый раз пробуешь. Она из раза в раз примерно одинаковая. И вот ты уже такой. Ты насытился ей. И она тяжелая. Она такая легкая, ароматная. Вот она реально как на вид. Она такая какая-то прекрасная, воздушная. Я не знаю, как это объяснить. У нас один из первых роликов был про... Мы брали импортную пшеничку. Немецкую, по-моему, в основном. Или она вся немецкая была. И я хочу сказать, что вот это вот пиво можно... Я его допить хочу. Оно... Не то, что оно там немецкое было плохое. Там была хорошая пшеничка. Но его можно вот рядышком там ставить в какую-то линейку. Ну там четыре пробовали. Угу. Даже возможно... Это... Да невозможно, скорее всего, это лучше даже, чем пулайнер. Это невозможно, ребят. Нет, это лучшее, что я пробовала. Вообще ни с чем не сравнится. Очень рекомендую. Причем, что пулайнер сейчас, если его даже где-то продается, он стоит дороже, чем вот это вот. И я лучше возьму это, чем пулайнер. Это хорошо. Хотя, Данил, какое-то время реально пулайнер был прям в топчике тоже очень. Нет. Оно же... Я не говорю, что оно плохое. Я просто... Я к тому, что если это становится вперед, то оно прям... Да. Да, оно действительно... Очень вообще, ребят, это очень круто. Молодцы. Ну... Вот я даже сижу и думаю. Вот я всегда думала, ну, там где-то на пляжике, типа, не хочется особо пшенички пить, но она как-то забивает желудок. А я бы прям попила бы прям вот... Вообще, и ничего к нему не хочется, ни закусок никаких. Просто вкусное, ароматное, насыщенное и легкое в то же время, как, не знаю, как действительно комочек сена такой. Ну, это... Знаешь, у меня такая ассоциация, вот как будто ты реально на поле находишься, там какие-то вот эти травы... Колосок тер. Да, вот эти вот, знаешь, там всякие ромашки, какие-то... Ты в комбинезоне джинсовом такая... Да, 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 я в комбинезоне, может быть, даже с косынкой на голове такая... Лежу, тут вот такую соломинку в зубах держу, тут пивчика вот так вот запиваю, там... Прекрасно вообще. Ай, нравится. Вообще, какой-то, не знаю, рубашечки легенькой такая... Ать, эти, вот это вот все пошло вообще. Я хотел добавить, что я 100% выберу вот это, а не у Гордона. Да, ну, точно не у Гордона. Прям вот думаю, вот пью сейчас вот это, а Хугарда не думаю, у меня же прям... А, Хугарда такой обиделся. Такой... Хугарда не обижается. В магазине такой пьет сейчас вот это и не думает обо мне. Очень классно, блин, ребят, просто я в восторге. Я не думала, что меня вообще пшеничка когда-то может удивить. Я прям такая, все, пшеничка задолбала. Сохватит уже, знаю. Да, ну нет, ну круто, ребят. У меня правда, вот я не знаю, что они, может быть, они своими этими ритуальными там хороводами. Может, они приходят... У меня все, смотри, душа раскрылась. Они, может, приходят на производство и такие, хоровод, вот такие пшенички. Не смотри, сейчас снимут вокруг стола. Нет, я уже хотела вот так вот. Ежа. Какие улыбки. Тюленчики, морские котики. Морские тюленчики. Мы не синие, морские синие котики сегодня. А что ты синие? Я еще не синие. Так, переходим к следующему пиву? Не хочу. Ну что, дорогие друзья, переходим к темному. Ну, и тут я уже сразу заметил, что в этом темном пиве 3,5 градуса. На самом деле вообще все темные, они обычно ниже 4. Просто мы до этого пили чешское. Ролик вы уже посмотрели, я надеюсь. Не то, что скучно, я что-то просто это... Не пилась. Вот, и если вспомнить темного козла, там, по-моему, 3,8 или 3,9 градуса. Мы вспоминаем каких-то козлов, ребят. Здесь 3,5. И 5. Я даже ничего не буду предполагать, я не знаю. Что? Праздник осеннего пива здесь написано. Тоже осеннего пива. Да, осеннего пива. А, везде осеннего пива. Но... Потому что осень – это, типа, сбор урожая или что? Ну, вот смотри, да. Уяв – это весенне-летний покос. Ну, было такое. Мы читали, вот. А, подожди, покос и хороводы. А керсари – это именно пивное, да. То есть, скорее всего, они собирали весь урожай, делали пиво. А, нет, уяв – это традиции просто. Ну, вот хороводы – традиции, короче, вот так вот. Открывай. Командная работа. Адрес. Не дали? Ну, что это? Для чего это? Как что? Второй выпуск дает по мозгам? По мозгам нам ничего не может дать, а нас их нет. Каламбур. Парам-парам-па. ССС-С. ССС. Это действительно? Я вот так делаю? Пш-ш-ш. Я просто хотел тихо сделать. Потому что за я preferred… А я не умею свистеть. Потому что такое было, talkin' я… Я, вообще, не умею свистеть. Я раньше умел вот так вот, типа, губки бантиком делать, assim, ими ты итак бантиком делаешь, я пыталась только вот так вот когда-то в детстве меня брат учил вот так вот у меня вот так так получается просто вот так вообще не понимаю как у нас знакомый мама подружка есть вообще знаешь у мамы подружка есть она короче ходили на всякие вот эти там семинары она бросила так я никогда не вообще не понимаю так может мне кажется нужно навык себе это писать список того что нужно сделать до 40 научить свистеть хорошо пахнет вот тут кстати квас темный хлеб прям темный блин у меня бабуля да очень достаточно взрослого возраста пекла хлеб старенько было вообще очень очень но она пекла в основном белый у нас у нее были низы ноте подвальчиком кухня там и у нее была сначала просто нот как она пекла его там не за духовки в чем-то потом ей хлебопечку подарили уже такую вот и чего освоила два пекла вообще ну сейчас уже конечно нет ей 90 там до 92 года пробую но прям да как будто деревня тоже мне нравится потому что сладенькая но я вам много не так мне не нравится потому что сладенькая очень много сахара намного такого не выпьешь но ты я думаю думаю сказать я хотела сказать короче первый глоток хорош но это прямо вот даже стакан мне кажется бы тяжело допить из-за что очень сладко дарчинки вообще нет это похоже реально на квас вот просто вот это квас темный ячменный светлый ячменный карамельный карамельный точно это салт сахар хмель и продукты даже мне кажется если бы они сахар не добавляют было бы гораздо лучше сип он был бы такой сахаром пресноватый прикольный нет он был бы не алкогольный дрожжи то чем питаться ну может поменьше сахара не две ложечки одну не возможно если бы он еще немножко ему побродить бы может быть сахар грамм по лесу мне кажется нам точно скоро нужно будет побродить потому что не так дорогие друзья я сразу скажу что я это пить не буду это очень своеобразный напиток очень сладкий просто во первых я не очень люблю темный пивок я уже сказал и это тяжело пить в плане сладости до сладко но я могу сказать что возможно для девочек которые любят сладенькое пиво но не со вкусами до чего то то есть это такой вот вариантик реально на десерт у нас видите как получилось но я бы тоже не стал бы это прям хлебная корка темного хлеба но здесь горчинки горчинки вообще почти нет она конечно есть где-то там далеко но сахар на сок ее перебиваю я вообще не чувствуешь на самом деле вот прям вот ну посмотри другими не чувствуешь конечно конечно но конечно она все равно присутствует как не как ни крути это же обжарка ну вот когда класса короче это класс жженка мне кажется класс у них примерно такой же есть они же класс еще делают возможно слушайте ну я имею мне как бы тут нечего плохого сказать в том плане что сделан ты нормально ну как-то это просто не моё может быть не моё не знаю либо я просто уже не хочу как-то хаять но я считаю что все хорошее все хорошее пиво там своеобразный немножко лагер вот этому вот а это просто сладкое темное пиво и все мне в целом все понравилось но я даже мне кажется бутылку бы тяжело было допить и она действительно тяжеленько как в принципе любое темное пиво ну хотя в отличие опять если мы сравним с предыдущим роликом чешское которое мы пробовали оно прям легкое такое вот ну классное это короче если бы здесь было меньше сахара и даже если бы на передний план выходил бы это корка от хлеба она была бы интересна она из-за вот этой приторности приторность вот прям полстакана тяжело допить поступает причем мы даже на двоих это разлили пол бутылки целую бутылку прям сложновато я даже не знаю с какими закусками бы я это типа с рыбой вроде как-то странно но только с чем то что это сладкое это надо с чем-то соленым но не с чипсами это какая-то я даже не знаю с сухарями точно не вариант ну не почему с мясом со стейком возможно это да я думаю что к мясу это больше подошло но в любом случае мне вот не очень понятен этот напиток он в целом-то сделано нормально не считаю огромного количества сахара добавили так что я на самом деле вот делайте сами решайте буду буду подытоживать в плане что всех благ этой пивоварни очень классно ребята делаете вряд ли нас конечно не посмотрят но если посмотрят то вот вот это это настолько круто это вообще не вот только попробуйте это испортить когда потому что это я буду это брать это реально я если где увижу я тоже вот наш так типа я даже так скажу вот так вот и она бывает приходишь выбираешь думаешь ну что-то такое может быть плюс-минус недорогое ну типа так на вечерок взять и пшеничку я почти уже никогда не выбираю да не выбираю и ладно скажем так а тут я прям возьму ее я прям увижу возьму вот как с томатным газа у меня бывает типа хотя бы баночку я беру если я увижу или и по от таркаса дают то есть тоже вообще это я даже скажу и по будет ставить от таркас и вот это я возьму это потому что это какое-то поле в тебе цветущая я прям легко за вечер три бутылочки так и у меня даже мне кажется вообще ничего такого типа что я перенасытился ничего не будет она реально клево все но вы все равно огромные молодцы но вряд ли да конечно это прям напрямую ну мы действительно похвалим этих ребят очень классно сложилось все дизайн тот смысл который они заложили мы надеемся что мы правильно его как бы прочитали так скажем аккуратненькие там бутылочки вот все хорошо вот так что пробуйте мы вам рекомендуем ребят и я надеюсь что мы в петербурге и не только в петербурге где-нибудь увидим что-нибудь еще от вас интересно спасибо что посмотрели спасибо попили с поели возможно это было хорошо их попили поели посмотрели давайте пока до свидания почему-то синий